Сегодня 10 апреля, но цветение баухинии в Израиле началось еще в марте, так как климат в Израиле в разных его частях тоже разный, где-то теплее, где-то холоднее. Баухиния относится к семейству цезальпиниевых и пишут еще что к семейству бобовых. И родом она из южных широт Америки, Индии, Азии, встречается также в Китае и Африке. Поэтому приспособилась к росту как в условиях высокогорного климата, так и во влажных тропиках. Второе название – орхидейное дерево растение получило за сходство цветков с орхидеями. Изящный ствол в природе достигает высоту 6-10 метров. Встречаются формы этого растения также в виде лиан, кустарников и древовидной формы. В домашних комнатных условиях баухиния вырастает не более полутора-двух метров. Баухиния имеет темно-зеленые листья, рассеченные на концах. Длиной они бывают от 10 до 12 сантиметров. Особенностью листвы является закрытие пластинок в жаркую погоду. Как бы захлопываются створ. Баухинию выращивают ради изящных цветков с расписными лепестками белого, желтого, пурпурного, розового и других оттенков. Несмотря на короткий период жизни отдельно взятого цветка, 1-7 дней примерно, цветение орхидейного дерева продолжается очень долго, иногда до полугода. На смену распустившимся цветкам вырастают новые бутоны. Диаметр цветка может достигать 15 сантиметров. Они имеют приятный запах. Чаще всего бутончики образуют кисть по 2-4 цветка в каждой. По окончании цветения на растении формируются длинные плоды. Стручки с несъедобными ядовитыми семенами, которые имеют округлую плоскую форму. Баухиния пестра и баухиния кистевидная используются в восточной народной медицине. Их листья и кору применяют при болезнях желудочно-кишечного тракта и заболеваниях кожи. Баухиния имеют разновидности. Из более чем трех сотен видов баухинии только некоторые используются в домашнем цветоводстве. Среди наиболее популярных можно отметить такие растения. Баухиния пурпурная встречается чаще всего. Крона у нее шаровидная, листья темно-зеленые, цветки пурпурного оттенка размером около 8-10 сантиметров в диаметре. Баухиния щитковидная. Листья у нее сердцевидные, цветки с сиренево-голубыми лепестками, украшенными штрихами розового или фиолетового цвета. Есть баухиния пеострая. Листья у нее темно-зеленые, расположенные внахлёст. Особый интерес представляют цветки, которые могут менять окраску в зависимости от внешних условий. Баухиния войлочная. Она представлена кустарниковой формой. Листва светло-зеленые, а цветки желтые с бордовой серединкой. Баухиния заостренная. Баухиния пурпурная, щитковидная. Как же ухаживать за этой красавицей, за орхидейным деревом в комнатных условиях? При выращивании в квартире баухиния не требует от нас создания тропических условий. Ей вполне будет достаточно того, чтобы мы иногда вспоминали о ее происхождении. Ее нужно иногда подкармливать. Для развития цветок нуждается во всех элементах, поэтому для подкормок можно воспользоваться любым комплексным средством для цветущих комнатных растений. Подкормки проводят исходя из периода роста. Во время наращивания зелени требуется больше азота. А при цветении внимание переключают на фосфорно-калийные, не забывая про остальные не менее важные соединения. Хорошо отзывается баухиния также на органику и на минералку. Если она зимует в прохладе, удобрения они вносят с марта-апреля, в зависимости от внешних условий и состояния растений. Вообще здесь действуют те же правила, что и в саду. Для растения подойдут все южные направления. Обильный рассеянный свет – это лучшее, что можно предложить этой экзотической красавице. Обычно орхидейное дерево не погибнет, если его разместить в более темном месте. Но в ответ оно не даст пышного и продолжительного цветения. Температурный режим для баухинии следующий. Бобовая орхидея, так ее еще называют, предпочитает температуру воздуха около 25 градусов. Небольшие отклонения в обе стороны она перенесет, но длительное снижение до 12 градусов и дальше приведет к гибели растения. Хотя в некоторых источниках есть информация, что цветок может выдержать даже краттовременную температуру от 0 до минус 5 градусов. Но насколько это правда, трудно судить. Если у вас есть подобные наблюдения, то просьба поделиться ими в комментариях. В зимнее время желательно устроить цветку период покоя. Если есть возможность, его нужно поставить в прохладное место около 13-15 градусов, но не ниже. Например, на утепленную лоджию. В противном случае, температурный режим и весь остальной уход поддерживает такой же, как и летом. Полив летом обильный, зимой снизить полив и баухиния не требуют регулярного опрыскивания. Хотя к протиранию листьев влажной тканью отнесется очень хорошо. Дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр и за комментарии. Всем также желаю здоровья, мира и успехов в выращивании этого прекрасного растения. Субтитры сделал DimaTorzok